...на во время рабослужения, потому что не очень сильный порядок. Можете раздать ручки, кому еще надо записать листочки? Вы не запомните, потому что тут надо немножко записать. Пожалуйста, проник, что у вас в известной школе. Только, пожалуйста, ставьте потом, если не трудно. Листочка всегда. Продолжение следует. Давайте немножко, пожалуйста, успокоимся. Вам было лучше слышно, потому что я не оратор и не переключу лицом значительных вопросов, а поведение на благослужение всех у нас касается. Это очень важный вопрос, чтобы мы спасли свою душу. Я начну вот это говорить и запомнить, что мы с отцом Андреем это вам донесли до ваших сердец. Если же вы после этого не будете правильно жить, исполнять и делать, что говорит нам великий Господь, Иисус Христос, наш Спаситель, то вы будете уже поведенными в этом грехе. И вы будете из-за этого страшно в суде все отвечать. Пожалуйста, отнеситесь к этому очень серьезно. Это не важно. Мне очень важно знать все правила, которые установила наша Мать Церковь. Значит, начну я со слов Писания. Послушайте их внимательно и можете записать где, потом долго еще повторить и прочитать. Евреям 4, 12 сказано. Ибо Слово Божие живо и действует, и острее вся гранича обоюда остро. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и сунет помышления и намерения сердечных. Записывайте слова Писания. Евреям 4, 12. Иоанна, 12 глава, послание Иоанна, Иоанна, 12 глава, 46, по 48 стих, слушайте. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его. Ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир, отвергающий Меня и не принимающий слов мой. Имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Вот это священное Писание Библии, в котором у всех христиан должна быть дома, настольная книга, она должна быть обязательно у всех. И эта священная книга должна заходить каждый день в сердце каждого верующего человека. Обязательно. Запомните. Вот это Слово будет нас судить. Слово, это и есть Христош, нас спасит. Все мы должны это понимать. Осия говорит из Ветхого Завета, 6-6. Ибо Я милостью хочу, а не жертву. Ибо повернее, нежели всесожжение. То есть жертву. То есть когда мы приходим в храм Божий, мы должны больше услышать океан Завета Пугаев. И выйти из храма совсем другими. Обновленными. То есть достучается голос Божьего, должен от каждого сердца. Екалисиас 4,17 говорит. Наблюдая за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертву приношению. Запоминайте и записывайте. Екалисиас 4,17. 1 Петра 3,15 тоже нас учит. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы к всякому требующему у вас отчета в вашем упроводе. Дать отчет. С кротостью и благодарением. Мы же православные не можем отвечать никому, ни сектантам, ни противникам, которые требуют нашей веры и исповедания. Мы убегая, в куча случаях прогоняя, это не должно быть, дорогие. Мы должны защищать свою веру. Мы знаем символ веры. Здесь все пункты, которые мы должны защищать. Свою истину, спасительную веру, дорогие. Мы должны знать, значит, Слово Божие. И от этого Слова отталкиваться. Потому что это святение, которое помогает нам, освещает наш путь спасения. Все эти слова Писания влечают нашу с вами в жизнь, правильно ли мы поступаем, приходя в Дом Божий. Для чего мы приходим в Дом Божий? Для совместной молитвы. Нас собрал для этого Дух Святой. В Храм Божий нужно принести сокрушенное свое сердце и смиренное. Мы должны исполнять те правила, которые установила наша Мать Цветка. Наши святые отцы, которые установили экономные правила. Мы должны знать и соблюдать. Первое бедра и опять. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Что может получить гордый, приходя в Храм Божий? Как мы себя ведем в правиле? Наши действия и поведение. А вот сейчас мы будем это разбирать. Я их разлю по пунктам. И по пунктам он разбирает. Первый пункт. Вот зачастую многие приходят опаздывать на богослужение. Это уже грех. Мы должны в этом потом на исповеди всегда приносить покаяние. Если что нужно заказать, прийти нужно заранее до службы, и все необходимое сделать грех. Чтобы не отвлекать никого на богослужение, когда идет уже служба. Благодарим и на службы это делать нельзя. Мы нарушаем молитву друг друга. Мы делаем соблазн для ближних, а горе мира он соблазн. Это очень важно приходить заранее. Не ленитесь вставать раньше. Все дела успевать делать. И приходить на богослужение, чтобы не мешать встать на одно место. И не мешать. Хождение по храму во время богослужения. Второй пункт. Ставить свечи и кланяться друг к другу. Это тоже запрещено. Никаких наклонов, когда идет служба, друг к другу уже не должно быть. Мы должны уже стать и благополейно соединиться с молитвой с Богом. Для чего мы пришли? Мы пришли молиться Богу. А мы, короче, ходим, кланяемся. Кланяться можно то. На улице в храме здороваться. И после службы, конечно, это тоже не заброняется. Пожалуйста. Это делать никак нельзя. Если идет служба, то мы знаем, что он должен быть на одном стоять вместе. Свеча может загореть и после службы. И вставить тоже нельзя во время службы. То есть Богу угодно и свеча, как так говорит. Вот после службы, вот плюс люди ставят свечу. Разве она не угодна сейчас Богу? А если человек во время службы ставит свечу, а он лежит, например, на умоляющуюся человеку, а потом он ставит еще сам грешит, ходит по храму. Понимаете, это все же грех. А в этом мы даже не задумываемся, может быть, кто-то об этом. Задумайтесь, задумайтесь. Это не просто вы словам об частном вам тут говорить. Это чтобы мы в нашем храме какой-то был порядок. Понимаете, молитва намного усилится у каждого. Мы соединимся с Богом. Мы будем просить то, что хотим. Мы будем слышать хорошо слова батюшки, который говорит в алтаре. Понимаете, все это нам нужно. Третий пункт. Разговоры в храме запрещены. Особенно это касается и всех, конечно, и особенно женщин. Запишите. 1 Коринфянам 14, глава 34 стих. Запишите. 1 Коринфянам 14, глава 34 стих. 2 Коринфянам 14, глава 34 стих. Конечно, кто это делает? Противник наш, дьявол, который хочет, чтобы мы не делали угодно Богу. Понимаете, суть нет. Рот-то закройте во время послушания. Не сможем. У нас все равно вылетает что-то все. Женщины, к вам сказали. Ну и касается мужчин всех. Я вам сказал. Теперь вы делаете. Четвертое. Как мы делаем крестное знамение на себе? Я показываю. Пожалуйста, посмотрите. Крестное знамение делается вот так. На лоб. На пупу. Где здесь пуп? На плечо. Если руки не больные, не ломанные, на край плеча обязательно переносим на левое плечо, на край. Видите? Руку опускаем. И потом делаем хороший наклон нашему Господу любимому. Если не болит, конечно, опять все болит спина. Тот наклон хороший считается. Если руку опустишь и достанешь пол, это считается хороший наклон. Посмотрите, как мы делаем наклоны. Мы кираем головой. Мы что тут? Подать кому-то пришли что ли? Мы пришли к любимому нашему Богу. Это должна быть ревность у каждого. Я показала еще раз показать. Смотрите. Еще есть земной поклон. Вот. Он тоже делается так. Запомните все. Так же я делаю крестное знамение. Руку опускаю. И встаю. Руки перед собой. Видите? Это 10 заповедей. Образно передо мной. Вот они 10 заповедей. Я напомню и делаю руку опускаю. Все. И поднимаюсь. Это земной поклон. Запомните. Руки перед собой. Это напоминание 10 заповедей. Кто делает на это? На полога. Кто растопылил? Кто как? Вы знаете, это страшно смотреть. Не научим народу. Я вам показал. Если еще раз показать, еще раз могу показать. Потом вопросы. Я сказал, кто здоров? Я же оговорился. Кто здоров, дорогие? А Бог-то видит наше состояние. По нашим грехам мы уже все согнуты. Потому что много грешим Господь им оказывает болезнь на наших опускает. Думайте просто так болезнь, что ли нам даром Господа? Чтобы мы не бежали на злое. Не были похотливы. Но остановились, задумались о спасении своей души. То есть вот так. И еще такой момент. Мы должны ноги держать вместе. Вот так. Видите ноги? Видите всем? У меня тоже стоят ноги. Пятки вместе, носки немножко врозь. Это святые отцы так установили. Потому что приходят многие молодые люди, особенно стоят вот так. Это говорит о том, что ты не уверен в себе. Это вот на, знаете, на море качка. Там, конечно, там отношили ноги, чтобы устойчиво не падали. Это вы пришли в храм Божий. У нас тут тишина, умеретворение. Все. Святой Отцов говорит, вот так вот стать и все. Это уже немаловажно. Мелочи, но они нужны нам всем. Дальше. Седьмой идет.